С 1 июля в Чувашии, как и во всех других регионах, повысятся тарифы на коммунальные услуги. Напомним, по решению правительства Российской Федерации, они могут изменяться не чаще, одного раза в год, в пределах, установленных для каждого субъекта. В Чувашии последнее повышение было ровно год назад. О том, сколько придется платить с 1 июля этого года, разъяснили специалисты сразу нескольких ведомств. Цифры уже определены. Тарифы на тепловую энергию повысятся на 6,5%. Городское население будет платить за электроэнергию 2 рубля 98 копеек за 1 киловатт, сельское 2 рубля 9 копеек. Цена природного газа вырастет на 13 копеек и составит 5 с небольшим рублей. Тарифы на тепловую энергию, питьевую, горячую воду, водоотведение устанавливаются по решению местных органов власти. С 2016 года законодательно изменен подход к тарифному регулированию. Если в предыдущие годы правительством и Федеральной службе по тарифам устанавливались предельные индексы изменений тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, то с этого года это ограничение снято. Остается ограничение в рамках предельных индексов только услуга электроснабжения. И таким образом есть один индекс, индекс изменения совокупных платных граждан, в рамках которого мы сегодня устанавливаем все тарифы на коммунальные услуги. В тарифы заложены и инвестиционные программы предприятия, обеспечивающие жителей теплом, водой, энергией. Поэтому в некоторых муниципалитетах, таких как Чебоксары, Новочебоксарск, Лапсарское сельское поселение Канаш, Шумерля и другие, тарифы будут чуть выше, чем в среднем по республике. Вслед за увеличением тарифов вырастут и республиканские стандарты расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют более 22% совокупного дохода семьи, предоставляются субсидии. Субсидии назначаются сроком на 6 месяцев, предоставляются и средства республиканского бюджета Чувашской республики. В 2016 году на данную выплату предусмотрено в бюджете республики 246 миллионов рублей, однако на 1 июня израсходовано уже 125 миллионов рублей или 50,8%. Для сравнения скажу, что в прошлом году, в 2015 году, на данную меру соцподдержки было выплачено 206 миллионов рублей, то есть в текущем году предусмотрено на 20% больше. Государственная жилищная инспекция ведет постоянный мониторинг платы за коммунальные услуги. Жалобы на неправильное применение тарифов поступают довольно часто. С начала 2016 года поступило более 1600 обращений. Естественно, все эти обращения рассматриваются, по многим из них проводятся проверки. Но необходимо отметить, лишь половина жалоб обоснована. Нередко люди, сравнивая квитанции за декабрь старого года и январь нового, не принимают во внимание увеличение потребления электротеплоэнергии. Проще говоря, если бы они использовали ровно столько же ресурсов, сколько месяц назад, цифры были бы те же, ведь сам тариф не изменился. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика.